Доброго времени суток! Давайте посмотрим, как можно сделать microUSB OTG мышку, как сделать самому OTG кабель. Будем делать. Для чего это надо? Ну, мышка, можно пользоваться мышкой и через OTG переходник, то есть мышку взять и поставить переходник, но не важно, клавиатуру, флешку, зарядить другой телефон вам надо. Вы можете подключить OTG, допустим, к планшету, в этот конец поставить кабель зарядки, простой провод. Вот сейчас мы сделаем так сразу. Подключили, подключаем к другому устройству. Все, пошла зарядка. То есть этот волшебный кабель OTG способен на многое и мышкой работать с телефоном. То есть вот опять берем, подключаем мышку, подключаем ее к телефону. Вот у нас мышка загорелась, вот на экране мышка у нас, вот она мышечка на экране. Пожалуйста, мы можем играть в игры, управлять телефоном, как хотим. Тем более, тут очень важно, вот этот телефон привезли ночью с просьбой как-нибудь достать номер, стекло у него, сенсор разбитый, то есть поднять еще, если можно, то ввести пин-код, этот код телефона нельзя. Ну и что, там подключали компьютер и не смогли добраться. Я просто сразу подключил мышку, ввел код. Какой они сказали, я же его не знал. Зашел в телефонную книгу и сказал им сразу номер, им надо было срочно до утра. Они были в шоке. Вот поэтому снять решил это видео, потому что многие люди даже не знают, что такое возможно. Мало того, покажу как с помощью самодельного OTG кабеля, который мы с вами сейчас соберем быстренько, подключить жесткие диски от компьютеров к планшету или к телефону. Использовать жесткие диски от компьютеров, как флешки. Можно качать на них информацию с телефона или с планшета, или наоборот с них смотреть видео на них на жестких дисках. Спокойно подключим с помощью самодельного нашего OTG кабеля. Кто досмотрит в конце видео, покажу. Не каркой досмотрит, покажу. Ладно, давайте. Что нам надо? Чем отличается OTG кабель, переходник от простого кабеля зарядки? В чем у них отличие? Почему простой кабель зарядки не способен на такие вещи? Здесь все одно и то же. Но единственное, что здесь папа, заряжаем когда телефон, а на OTG сделанная мама, чтобы мы могли кабель воткнуть сюда. Ну, или устройство какое-то, или что-то подключить могли, чтобы... И вот самая большая разница в чем? Это штекер microUSB. Здесь у нас просто USB штекер имеет четыре контакта, а штекер microUSB имеет пять контактов. Четыре из них в простом кабеле для зарядки, для передачи данных. Четыре из них в microUSB контакты задействованы, а пятый, четвертый контакт пустой, не подключен ни к чему. Вся разница OTG кабеля от простого в том, что на microUSB штекере пятый и четвертый контакт закорочены. То есть, при замыкании этих контактов устройство наше телефон или планшет переходит в режим главного устройства. Начинает подавать питание и управлять устройствами, которые мы подключаем. Вот и вся разница. Где взять, как сделать? Что нам надо? Нам надо вот такой штекер маму USB. Ну и штекер microUSB. Где взять, как выйти из этого положения? Просто так обрезать провод и попробовать, допустим, там как-то не получится, потому что четвертый контакт внутри, в самой внутри, внутри там. И до него добраться можно только разобрав штекер. Они бывают разборными, такие штекера. То есть, две крышечки, вот так он вставляется, он специально пластмассовые крышечки у него, вторая крышечка сверху. Все, он симпатичный, готовый, просто там готово припаяться, распаяться и все. Но на алиэкспресс они, одна штучка что-то 60, а 20 штук 200 рублей стоит. Есть такой, но 200 рублей 20 штук. Дешевле там, ну нет вариантов почему-то. Не знаю, не получается. Такой где взять штекер? Да любой. Можем взять от любого какого-то устройства, какое там нам не надо. А вот вот спасные у меня лежат. Любой такой, любую маму, любую можно выпаять откуда-то, любого варианта. Вот хотел с этого устройства сделать, но я здесь на работе снимаю, вот практически живу на работе. Больше 20 дней у меня выходит рабочих, я на вахте, на острове. А дома только неделю бываю, поэтому здесь вот буду сейчас оборудовать потихонечку себе студию, чтобы снимать здесь видео. Ну, время, потому что здесь вечерами делать нечего у меня, скажем так. Так, на чем остановился я? Где взять такой? Любой штекер, простой, от любого устройства, который вам не надо, то есть маму любую. Цветовая маркировка, чтобы я вот как запомнил навсегда, допустим. Вот у нас, мы смотрим, нижняя, вот внизу у нас эта площадка пластмассовая, на которой контакт. Она у нас внизу, если мы смотрим вот так вот, на USB вход. Если так смотреть, то у нас получается справа красный, за ним белый провод, за ним зеленый и потом последний черный. То есть, вот так смотрим, с этого края у нас плюс, с этого минус. То есть, красный, белый, зеленый, черный. Это стандартная спиновка, других распиновок быть не может. Любой АТГ кабель, любая мышка, любой провод зарядный. У них у всех распиновка стандартная вот такая вот. То есть, красный, белый, зеленый, черный. Если смотреть так, отсюда красный, отсюда черный. Здесь немножко у microUSB немножко посложнее варианты. Они бывают разных видов, разных модификаций. То есть, вот плоская площадка, на которой контакты все пять. Здесь разведено на две стороны. Три с одной, две с другой. У простых кабелей, из которых мы сейчас будем делать мышку, у простых вот таких вот USB штокеров, у них внутри, сейчас я покажу, как я его разрезал, у них внутри четвертый контакт просто незалуженный, даже просто открытый и все. То есть, мы соединяем вот этот четвертый контакт. Рядом он с белым проводом. Четвертый контакт с черным проводом, с минусом. Просто надо соединить. Можно здесь соединить, можно на этом конце. Вот и все. Вот и готовый у нас АТГ кабель. Сейчас мы спаяем такой. Вот. И сделаем мышку. Сейчас разрежу я вот это вот. Подготовлю такой штекер для мышки. Сделаю мышку для телефона. Смотрите фотографии. Ну вот, перепаяно штекер, который мы разбирали. Вот перепаял уже вот там был вот этот. Отпаяли. То есть, цвета одинаковые. Все точно так же припаиваем. Единственное, что, четвертый контакт соединяем с землей. Если будем собирать АТГ, здесь может быть оплетка массовая. Тогда оплетку массовую можем на этот четвертый контакт. А уже на том конце, где простой USB, там уже соединить. В общем, любыми путями соединить четвертый и пятый контакт. Соединен. Перепаяли по этому фотографию. Я потом приложу. Какие контакты где. На каких. Как разбираться с этим. Разные там скришотики я подготовил. Так. Все собираем. Здесь я этим канцелярским ножом внутрь немножко почистил. Чтобы моя пайка поместилась. Потому что не заводское же, не литье. Так. Собираю так. Здесь поставлю вот так. Здесь поставлю так. Сюда я приготовил вот этот термотрубочку подошла прям. Очень хорошо. Мне понравилось. Ну, все замечательно. Мышка. ОТГ-мышка готова для планшета, для телефона. Все, пожалуйста, вот. Все работает. Я ей пользуюсь часто, допустим, когда, вот, ну, к примеру, там, каких-то видеоредакторах видео, там, в чем-то, каких-то видео-шоу, там, редактируют, там, видео на планшете, там, видео на планшете. Делаю мелкое время, там, отмечатель, еще что-то. Очень помогает мышка. Так что я вот и для этого у меня мышка. Простите меня тоже. Пацаны увидели на... Телефонах играет в игры. Попробовали мышкой. Замечательно. Единственное, что могу сразу сказать. Желательно мышки брать такие маленькие, современные. Вот, ну, вот, ноутбуком в комплекте идет, там, или отдельных для ноутбуков продают такие маленькие мышечки. Большая мышка, тяжелый, что ли. Хотя, потребление должно быть одинаковое, но не все телефоны ее принимают. И удивил меня, я проверял вот эту мышку, допустим, практически на всех работает телефонах. Ну, конечно, на старых не работает. Современные практически все поддерживают. Меня удивил только Philips. Современный, здоровый 5-дюймовый Philips. Мощный, такой, хороший. Он вообще, у него нет функции ОТГ. Я даже удивился, честно говоря. А такие нормальные телефоны все поддерживают. Так. Ну, давайте теперь, теперь берем, давайте, ОТГ-кабель сами. Я вот здесь подготовил. Вот у меня мама USB готовая. Вот так вот мы ее держим. Смотрим. Красный, белый, зеленый, черный. К ней, к этому, к этим проводам. Сейчас подключим микро штекер микро-USB. Где-то я его здесь потерял. Сейчас найду, припаяю. И приложу фотографии, как распиновка, как чего. И где, как вот разобраться в микро-USB. Очень важно разбираться, какой стороной. Где тоже плюс-минус. Так же, как на этом штекере. Сейчас я сделаю. Будем проверять. И я приложу фотографии, как надо. Ну что. ОТГ-кабель самодельный вот так вот. Буквально пять минут делов. Обыкновенный. Мама. Подключаем. Ну и здесь штекер любым путями разбираем. И здесь я просто оловом сразу закрыл. Четвертый и пятый перекрыл. Важно смотреть этот. Фотографии сейчас вот дам. Как вот смотреть надо, как делать. подключать. Ну все. Мы через него можем подключать телефон или планшету. Не все телефоны поддерживают. Планшет почти все поддерживают. Такие функции разные. А телефон не все. То есть мы можем подключать и флешки. Подключить. Зайти в файл. Файловый менеджер. Допустим. USB накопитель. Ну, видит он флешку. Это уже проверено неоднократно всеми. Ковературу. Мышку можем подключить. Но можем подключить и жесткий диск от компьютера. Конечно, просто так, как мы его подключим. Нам нужен переходник. Вот один из моих любимых. Никогда не пожалел, что я его приобрел. 3.0. Он действительно 3.0 у него. Там все это сделано 3.0, как положено в синих. Питание у него дополнительно 12 вольт. 3.5. У него штекер. Ну и где-то там полтора миллиметра у него штырек. То есть такой штекер подобирать надо будет 3.5 сюда. 12-ти вольтовое питание. Я попробую там. Ссылочки внизу будут на все. На ТГ-кабели их можно приобрести. Просто готовые. Вот такие стоят 50-60 рублей. Их очень много видов. Очень много модификаций. Я до сих пор не понимаю, почему ОТГ-мышки до сих пор не делают сразу с microUSB-разъемом. Мышки для планшетов, для телефонов. Почему не делают? Уже micro... В принципе, наверное, уже microUSB сейчас заменяется. Он устарел. Сейчас делаются другие. Тип C. Тип C называется. С или C. Как-то так. Ну ладно. Ссылочка тоже будет на АТГ-кабель типа C. 3.0 Будет под описанием. Я тоже такой видел там. Так, ну вот. Берем этот переходничок наш замечательный. Он читает любые диски. И 3.5, и 2.5. Вот у нас твердотельный. Там стоит моя операционная система. Подключаю. Так, давайте я поверну, а то у меня плохо видно. Подключаю его. Без питания пока что, без всего. Так, открываю файловый менеджер. Смотрим. Много работал на планшете. Память забилась у меня немножко. Вот у нас открылись. Вот так как-то. D1, P1, D1, P2. Вот так вот жесткие диски видятся в файловых менеджерах. Вот откроем, допустим, если мы. Это уже жесткий диск. Ну, вот здесь у меня есть видео от MicroTouch. Я недавно снимал, прошлое видео, по-моему. Да, там в MicroTouch я рекламу брал не прошлое, а за прошлое видео. Скачивал рекламу. Вот, пожалуйста, реклама. Это сейчас с жесткого диска все происходит в действии. Правда, твердотельное, но без питания, без всего. Сейчас этот видео идет с моего диска C компьютера. То есть любую информацию. Раз бы у вас сломался ноутбук, а вам надо посмотреть что-то или еще что-то. Ну, конечно, нужен такой переходник 300 рублей. Да, 300 рублей. Но я не пожалел ни разу, что я его приобрел. Почему не пожалел? Он не столько нервов сэкономил, столько упростил многие мои задачи прочитать или переместить информацию. Можем взять вот такой диск. Стандартный, обыкновенный диск. Вот так вот. Я его не буду напрямую к планшету подключать. Если его напрямую подключить к компьютеру или к ноутбуку, он будет работать без дополнительного питания. Но я не буду свой планшет пытаться терроризировать, чтобы он крутил такие диски. Вот моя зарядка 12-вольтовая от моего планшета. У меня планшет переделанный. Вот. Штекер у меня стоит. Тоник и Нокия раньше. И гнездо я туда поставил тоненькое нокие гнездо. 12-вольтовое питание у моего планшета. Вот. У меня зарядка идет по тоник и Нокии, а гнездо под микро-USB, ну, под компьютер, под темно сюда свободное. Не сбивается зарядка, ничего. Так лучше. И вот сюда я на провод прям взял, припаял, подобрал такой, который подходящий, ближайший был. Вот. Подключаю питание к жесткому диску. Подключаю жесткий диск к компьютеру. Ой, компьютеру говорю. Привык, что жесткие диски к компьютеру подключаются. Все. Нашел наш накопитель. Перезагрузка прошла с системы, потому что другой накопитель. Ну, вот здесь что у меня есть. Здесь фотографии. Ну, в общем, все читает он этот диск. Он и большие прочитает, у меня нет, нет показать большого диска. Вот. Ну, и большие прочитает с дополнительным питанием. То есть, если у вас ноутбук сломался, а вам надо, ну-ка, я посмотрю, сейчас без питания он будет читать. То есть, я отключил питание. Сейчас хочу посмотреть. Да, читает даже как... Ну, мощный планшет, просто телефон, конечно, не потянет. Это я снимал видео. Это видео здесь, на диске. Вот, на жестком диске. В общем, вот извиняюсь, что так немножко затянул. Ну, полезная вещь. Утоги кабель. Сделать легко самому. Сделать легко самому. А то это, думаю, отключил, а он показывает, как так. Нет, поздно. Видать, сначала там информация шла, отключил, она еще шла. Сбросил здесь. Нету этого видео. Я думаю, как так, отключил, она идет. Чего я людям показываю, какой жесткий диск. Все правильно. Нет, нет, жесткий диск работает. Все, даже на моем планшете, даже без дополнительного питания. Телефон какой-то здесь был у человека, попробовал подключить, но не пошел. Жесткий диск. Мышка работала, а жесткий диск нет. Не знаю, в чем причина. Может быть, питание надо было подать. Я, к нам, без питания пробовал. Такой твердотельный. Ну, надеюсь, кому-то что-то было поинтересно и полезно. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...